В 83-й километр трассы М-10 автомобиль Тойота Карына и аутофургон ГАЗ находятся у Кувете. Как поведомили у ДАИ, дорожно-транспортное здоровье отбылось у вынеку выезда на сустречную полосу руху одного за автомобилем. Обставины высветляются, однако целком видовочно поуплывали на это небеспечные умовы на дворья. Моц на снегу три разы, поменьше убаченность. Коли медики прибыли на место здоровья, водителю и 29-ти годовому пассажиру допомога уже не спотребилась. В больницу доставили водителя фургона, а так само пассажиров легкового автомобиля, трогодового хлопчика и его мать. Аутокресло вырытывало дядяцей життё. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317. Также хотелось бы отметить, что водитель легкового автомобиля за два дня этого трагедии отметил своё 27-летие. За минулые сутки на дорогах региона по причине несприяльных умов на дворья отбылось 47 ДТЗ. 14 машин опынулись в кувете, два человека загинули, пять отримали травмы разной ступени тяжкости. Экипажи ДАИ оказали допомогу автомателям по вытягиванию автомобилей со снежных заносов. Необходимо при движении по участкам, которые подвержены в первую очередь образованию зимней скользкости, выбирать правильную скорость и дистанцию до впереди движущегося транспортного средства. Такие участки являются мосты, путепроводы, эстакады, перекрёстки, перекрёстки с круговым движением. Они наиболее подвержены образованию зимней скользкости. Гололёдица на дорогах надзиралась и сегодня у ночи. На автодорозе повношно-заходный обыход Гомеля отбылось 6 ДТЗ. В вынику яких у кувете опынулись пять автомобилев. У ближайшие сутки на дорогах Гомельской области заховается небеспечная обстановка. Синоптики прогнозуют понижение температур. У ночи будет до минус трех максимума гололёдица. В этой связи УГАИ рекомендуется автомателям утриматься от поездок. Александр Гамуля, Михаил Рабков, телерадиокомпания Гомель.